ПЕСНЯ ПЕСНЯ С Добрым утром, уважаемые телезрители! В эфире Янаульская студия телевидения. Сегодня среда, 17 августа. Уважаемые телезрители, в нашей сегодняшней передаче мы осветим ход уборочных работ в хозяйствах района. Все хозяйства района приступили к уборке урожая. Из 62 тысячи гектаров зерновых на 15 августа скошено 16%, из них убрано 7%. Урожайность ячменя составляет 18-21 центнер из одного гектара, ржи 13-20. Хорошими темпами идет уборка в колхозах имени Мичурина, Чапаева, Дружба, Ленин-Юлы и Большевик. Как обычно, низкими темпами идет уборка в колхозах Ленин-Карно, Мир и Авангард. Из-за сложных погодных условий все работы ведутся параллельно. Ежедневно в Янаульский элеватор поступает по 250-260 тонн зерна. Надо сказать, что это очень немного. Если учитывать, что наш район должен сдать 25 тысяч тонн, то сдавать придется в течение трех месяцев. На сегодняшний день по колхозу Мичурина спорчено 450 гектаров зерна, в том числе 200 гектаров ячменя и 250 гектаров азимиржи. Обмолочено на площади 130 гектаров, это ячмень. Средний урожай примерно более 20 центнеров. Но в вашем по колхозу ожидается неплохой урожай. С положением дел в колхозе имени Мичурина нас ознакомил главный агроном колхоза Радик Меншарипович Меншарипов. По сфоткам управления сельского хозяйства и продовольствия хозяйство в числе лучших. На ваших экранах вы видите одного из лучших комбайнеров колхоза Ахмедгалиева Галинура, который скатил около 100 гектаров ржи. Его звено в составе Садзиулина Алексея и Игоря Кунагбаева тоже трудится на косовице. Бывают, случаются и нечастые, и недолгие поломки. В этом случае все сфотографировано 134 гектаров ичменя Салому. Пока в колхозе создана одна бригада скирдоправов. Позже, как нас проинформировал главный агроном, будет создана еще одна бригада. В составе бригады трудится тракторист Шарипов Анатолий, скирдоправый Ахмедзианов Геннадий, Ахмедханов Галихан, Хакимов Игорь. Так день ото дня на полях мичуринцев растет количество скирдов и увеличивается площадь убранных культур. Уважаемые телезрители, начав показ этих видеосъемок, сразу же оговоримся. Те картины, которые вы увидите на голубых экранах, характерны не только для колхозов урожай, правда имени Щапаева. Такую нелицеприятную картину можно увидеть во многих хозяйствах района. И такое чувство остается после увиденного. Никого это не трогает, ни у кого душа не болит за такую бесхозяйственность. За этим кладбище металлома, чье-то родное село, чьи-то дома, чьи-то дворы, где растут дети, будущее наше поколение. Субботу, 13 августа, наша съемочная группа вместе с председателем земельной комиссии района Рафисом Мавлединовичем Яхиным, начальником инспекции гостехнадзора Альбиной Мухаммедовной Хафизовой выехали по хозяйствам района. И вот мы находимся на территории машинного двора колхоза «Правда». Как видите, подверждение нашим словам. Кругом валяются старые части машин, комбайнов, изношенные колеса, поломанные кабины. Территория заросла сорной растительностью. Из-за бурьяна не видны машины, стоящие внутри двора. Как сказала Альбина Мухаммедовна, правлению колхоза недавно было предъявлено акт предписания, но мы не смогли увидеть хотя бы малейшего сдвига в сторону поправки дела. Увидев машинные дворы, это относится ко многим хозяйствам района, можно дать оценку бережливости механизаторов. Недавно в хозяйство района поступили новые комбайны. Каждая новая машина – большая радость для механизаторов. Но где гарантия, что и они через некоторое время не окажутся в такой свалке? Ведь иногда бывает так, что, отработав один сезон, машина остается на поле и так до следующего лета, а осенью уже техника не пригодна к работе. Вот как мы бережем технику. Что радоваться, так что радоваться нужно не за те новые комбайны, что поступили, а за те, которые, отработав 7 лет, как мы видели в Айдинском совхозе, все еще находятся в прекрасном состоянии. А сейчас мы находимся в колхозе «Урожай». Здесь увидели мы ту же картину. Вышедшие из строя машины, тракторы, комбайны валяются где угодно. Заросли крапивы, сорняка выше человеческого роста. Лежит годами накупленный металлолом. Можно было бы давно отправить их во вторую чурьмет, и где этот металлолом использовался бы для изготовления сельхозмашин. Наверное, ни один комбайн можно собрать из этого количества металла. Эта удручающая картина портит весь облик села. Из-за бесхозяйственности наших специалистов, руководителей допускаются такие нарушения. Территория машинного двора также находится в захламленном состоянии всякими запчастями, отходами, резиной и тому подобными. В бурьяне лежат бороны, использованные во время весенних полевых работ. Осенью они, конечно, будут отремонтированы. А пока лежат, где попало и как попало. В инспекции гостехнадзора принимаются мерой по недопущению таких фактов бесхозяйственности. 7 августа было предъявлено акт предписания колхозу, где указаны сроки исполнения. 18 августа все указанные недостатки должны быть устранены. Но в это поверить очень трудно. Практически это считается таким образом. Значит, прилегающая территория закрепляется за той организацией, за тем предприятием, кто находится за... внутри оград. То есть вот эта вот прилегающая территория, то, что, значит, мы видим, смотрим, так, это так или иначе остается, значит, за машинным двором. И порядок должен быть проведен в порядок. То есть силами, значит, машинного двора. Мы на поле колхоза, где в основном свирепствует овсюк. Поле почему-то до сих пор не убрано. Овсюк уже созрел, семена осыпаются, а это значит снова в последующие годы та же самая картина ожидает вот это поле. Непонятно, что тут было посеяно. По всей родности это было паровое поле. Паровое поле. Никакой обработки в течение лета не производилось. И теперь и не скошено полностью забит сорняком. Сорняками. Основное то, что тут необходимо было делать, конечно же, в течение лета обработка. Обработка не проводилась. И теперь этот бес сорняк не скошен и не убран. Что еще тут можно добавить? На корм животным не подходит эта культура, да, Тракис Маликимович? Всю эту массу можно было, конечно, скосить, пропустить через АВМ, то есть сделать, использовать хотя бы как травяную муку. Дело в том, что овсюк, семена овсюга, зерно, так если назвать, оно может пойти только в полностью переработанном виде. А так, в целом, он через пищеварительные органы животных, оно не перерабатывается, и в последующие годы с навозом обратно же попадает на поля. это, чисто говоря, агрономической службой, да и животноводами, учеными, это уже доказано, и бороться со всеми можно только в наше время, в настоящее время, только механическим способом. Здесь уже упустили свои сроки, да, Рафис Маликимович, вот на этом поле? Тут полностью упущен весь, все сроки, все сроки. За неделю еще можно какую-то часть убрать вот эту вот овсюга, еще в какой-то мере, процентов 30 можно уничтожить. А в районе есть еще такие площади сорной растительности? Насчет сорной растительности, конечно, нынче дела обстоят практически по всем хозяйствам, очень трудно. Есть хорошие, красивые поля, которые вовремя обработаны. У нас прежде всего беспокоят вот паровые поля, которые готовятся под рожь, и вокруг населенных пунктов. Практически все населенные пункты, они до того засорены. Никакие предписания, даваемые нашей службой, комитетом по земельным ресурсам, они не выполняются. Ну, каждый раз штрафовать председателя сельсовета, председателя колхоза за этот сорняк конечно можно, но они ведь как говорится администрация, они должны работать с населением, привести порядок, ведь получается как, если допустим один товарищ запросит вот эту землю под фермерское хозяйство, все встают на добы, землю не хотят давать фермерам. Ну, конечно, фермерство есть и среди фермеров нехорошие, то есть неумеющие работать. Но чем вот так вот выращивать на сотнях гектаров сорняк и не давать фермеру желающему 20-30 гектаров земли, я считаю это неправильно. не по-хозяйски получается и не себе и не людям. Уважаемые телезрители, вот обратите внимание, слева находится поле колхоза «Правда», а справа поле, принадлежащее фермерскому хозяйству, которым руководит Садриев. Разница между ними существенная. Одно поле чистое, обработанное, а другое заросло сорняками, и естественно урожайность ожидается низкая. Куда же смотрят специалисты колхоза? И хочется отметить и то, ведь в управлении сельского хозяйства и продовольствия есть станция защиты растений, которым руководит Рафиков. Отчего же станция должна защищать, если нет сорняков? И вот это вот, включая обваловку, вся территория уже не колхозная, а за НГДУ Краснохолм нет. Тут есть определенные специалисты у них, операторы, они должны за всем этим тоже смотреть, содержать чистоте и в порядке. Дальше, вот, как мы видим, колхоз Правда, а здесь мы сейчас выехали на территорию колхоза имени Чапаева. посмотрите, вот, обочина дорог, правдинцы все-таки скосили, очистили, а вот здесь, вот по правой руку, сорняк, с весны еще не коса, не косилка, еще здесь не бывало. Это, прежде всего, относится, конечно, местной администрации, так как, согласно законодательству за рациональным использованием земель и против сорной растительности возлагается на местной администрации и после этого только вторым пунктом идет земельный комитет, но, тем не менее, это показывает, что местные советы не дорабатывают ни, как говорится, семхоз всего района, колхоза имени Чапаева. Картина тоже самая. Неухоженность, безхозяйственность, беспорядок, что вокруг забора, что внутри. Дальше вот видим ферму, Гудбуровская молочная ферма. Возле этой фермы гектаров 30, если не больше, полностью пустует, заросший сорняком. такой же беспорядок во всех почти хозяйствах, возле ферм, возле верноскладов. Предписание уже получили истякский сельский совет, отлигаческий, рабакский, старокудашевский, и еще ряд хозяйств. В воединском совхозе был разговор. Наверное, винить во всем, во всех грехах руководителей, специалистов, было бы неверно. Ведь все это нужно нам, нашим детям. мы должны быть хозяевами своей земли, беречь и украшать ее. Ягташ Уйла, синь койтасы юлда, койин нын мусу кузляре, с чечирлэрдэ эйтавалар сынма, мин бэхэтлэ дегэн сузлярны. Да, на самом деле, нелегко, наверное, на чужбение. Родная земля всегда манит своими насторами, лесами, перелесками. И хотелось бы по пути к родине нас встречали душистые святые зеленые трава, а не заросли сорной растительности. Когда мы подъезжали к зернотоку колхоза Дружба, где вовсю кипела работа в небесной канцелярии, начали сгущаться тучи. Было такое впечатление, что вот-вот начнет накрапывать дождь. Однако люди не обращали внимания на погоду, нынче ведь все лето было таким. Дети и взрослые без всякого принуждения работали всю смену, которая длится с 8 утра до 14 часов дня. Вообще работа налажена здесь в две смены. Их оказалось сюда привозят на автомобиле из соседней деревни Костина, а вторая смена отсюда же из деревни Сусады Балак. Среди подростков были городские ребята, которые приехали в гости к родным. Они нагрузили вторую машину за день, которая отправлялась на элеватор. Настроение взрослых и детей было отличным, ведь уборочный в колхозе идет неплохими темпами. Уважаемые телезрители, мы сегодня находимся в колхозе Дружба. Рядом со мной стоят заместитель главы администрации Федоров Виталий Федорович и председатель правкома колхоза Ахмедияна Райса Нургалеевна. Виталий Федорович, расскажите, пожалуйста, как сегодня обстоят дела в колхозе? По колхозу всего зерновый клин занимает 3400 гектаров, на сегодня скошено 661 га, намолочено всего 2561 цель зерна, обмолочено 269 гектаров, ну, несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы занимаемся комплексным методом убираем урожай, тут всего 10 комбайнов на подборке ржей, тут же у нас находится агрегат технического обслуживания со сварочным агрегатом. Скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день составляет урожай? Сегодня составляет урожайник у нас 12 центров гектара, на государство отправлено всего 40 тонн нового урожая. Сравнительно, скажите, пожалуйста, сколько по плану нужно всего сдать? По плану нужно нам сдать всего 13 тысяч центров зерна. Значит, еще предстоит работы очень много? Очень, очень много еще предстоит нам сдать. Впереди большая работа по уборке урожая. Раиса Нургалевна, расскажите, пожалуйста, нам, каковы условия труда механизаторов? Механизаторы обеспечены двухразовым горячим питанием. Так-то механизаторы на обед, ужин не обижаются. Постараемся поселить возможности, по мере возможности обеспечивать и овощами. Недавно привезли с совхоззавода капусту, морковь, лук из овощей. Постараемся их хорошо питать. Как же и другие года, весной до выхода на поле механизаторов мы ознакомили условиями соревнований, между ними организовано соревнование. Условия соревнований итог будем подводить осенью и премия будет натуральной. Премиальные будут на премию выделять будем жеребенок, телку, баран, поросенок. Вот такие условия предусмотрены. Среди механизаторов на сегодня лидирует молодой механизатор Батурбаев Владимир. Он на сегодня обмолотил всего 390 центнеров. Второе место занимает Афанасьев Герман. Он намолодил 360 центнеров. И третье место занимает прошлогодний чемпион Шакирян Евгений. Он намолодил всего 270 центнеров. Также у нас работает круглосуточно зерноток. В три смены работает. ЗАВ-10 работает круглые сутки. ЗАВ-20. Также сушильный агрегат работает круглые сутки. На сегодня там сушат семена семенной рожь все на будущий год на 95 год. Также там занимается на подвозке зерна молодой водитель Николаев Роберт. Среди водителей по перевозке зерна из подкомбайна лидирует Михайлов Револь на автомашине ЗИЛ 554. На сегодня он перевоз из подкомбайна 1305 центнеров. А второе место занимает молодой водитель Алексей Валерий на таком же зиле. И третье место занимает опытный водитель на зиле Айдуанов Владимир. На сегодня у нас в колхозе работают оба зернотока первый и второй Люди на смены подвозятся на автобусах из дальних бригад потому что мы в круглую сутку работаем несмотря на неблагодарные погодные условия вот сегодня тоже льет дождь но наши комбайнеры не установятся работают до конца до возможностей. нынче одним из первых свой комбайн выбрал на поле опытный комбайнер Романов Юрий Данилович ежегодно он нам 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 олачивает более четырех и пять более год работает молодой комбайнер Матвеев Борис Иванович и сегодня среди 13 комбайнов занимает первое место на сегодня он обмолотил 389 сетнеров лучший комбайнер на сегодняшний день как я раньше сказал наши все комбайнеры работают комплексным методом от них днем и ночью не отходит главный агроном днем и ночью вместе с ними также на помощь пришли пришел оператор объединения НГД кроссов нефть на помощь Исенбаев Арсентий Исиметович на сегодняшний день он тоже хорошо трудится намолотил 150 сетнеров без первой горячим смазочным материалом воспитывает молодой водитель на бензовозе ГАЗ-52 из Киев Эдуард Владимирович в ней уборки урожая мы создали комплексную уборочную комплексную бригаду там находится как говорила и бензовоз и также АТУ со сварочным агрегатом целый день возле них не отходя трудится сварщик опытный сварщик Исимбаев Георгий Шипаевич со своими тракторами сварщик он же он и тракторист он и сварщик постоянно всегда на теку возле компонеров он не отходит И вот когда мы были на поле рядом с комбайнами начался сильный дождь четко налаженный механизм работы механизаторов был испорчен все 13 комбайнов которые работали комплексно вынуждены были остановиться однако работа не прекращалась где-то потребовался малый ремонт комбайна где-то совет опытного старшего товарища к слову все комбайны а их 23 оснащены медицинскими аптечками и Николай Федорович заместитель главы администрации про которого говорят что он целыми днями пропадает среди механизаторов и колхозники тепло отозвались про поваров колхоза Федорову Люцию Хасаньянову Глюсу Ямбатырову Зою Батурбаеву Айлиту которые готовят им вкусные обеды мы уезжали из колхоза и дождь немного поутех а механизаторы остались возле своих комбайнов и автомашин дай бог немного подсохнет земля и они снова примутся за работу дай бог дай бог Продолжение следует...